Здравствуйте, дорогие студенты! Сегодняшняя тема лекции у нас называется «Конструктивные модули мехатронных и робототехнических систем». Основные вопросы сегодняшней лекции – это человекомашинный интерфейс, управляющие комплексы и структура управляющего комплекса. Человекомашинный интерфейс или интерфейс пользователя является важным элементом системы управления и предназначен для обеспечения обмена информацией между оператором, пользователем и мехатронными системами. Человек сталкивается с мехатронными системами как разработчик и как и пользователь. Цель разработчика мехатронных систем в том, что решит, какой перечень оборудования может быть использован для данного интерфейса. Также разработчик готовит программное обеспечение, определяет набор команд для обмена информацией оператора, последствия оборудования интерфейса с мехатронными системами. Оператор должен знать, с чего начать, к чему стремиться, чего ожидать и как быстро разобраться в сложившейся обстановке, чтобы адекватно управлять мехатронными системами. Оператор в этой системе вступает в качестве пользователя, имеющего конкретные цели и задачи, которые он должен реализовать с помощью мехатронными системами. В этом случае управляющие комплексы и вся мехатронная система являются инструментом для реализации поставленной цели. Успешное решение задачи зависит во многом от совершенства человека-машинного интерфейса. Поэтому функции операторов по управлению мехатронными системами должны быть также в поле зрения разработчиков интерфейса на стадии проектирования. При проектировании интерфейса справедливы три основных принципы. Это у нас простота, наглядность и последовательность. При построении интерфейса пользователи стремиться, чтобы на дисплее отображался новый модель системы. Простота обозначает, что вместе с важными данными не выводились многочисленные второстепенные данные, которые в лист усложняют принятие решения оператором. А наглядность имеет цель, чтобы пользователь имел ощущение прямого контакта и участие в происходящем процессе. В некоторых системах наглядность настигается с помощью графических метафор, пиктограмм. Изображения создаются ассоциации, которые помогают пользователю, а не выводят его в заблуждение. Например, на пиктограмме, которая изображена на рисунке 4, изображается шкала измерения температуры среды. И на этой же пиктограмме отмечены допустимые пределы. Вот вы видите на экране пиктограмму. В этом случае оператор наглядно вводит, чтобы изменения находятся в заданных пределах и имеет отключение. Последовательность означает, чтобы для отображения подобных по функции информации применяются однотипные обозначения. Например, если клавиша F10 используется для сброса команды, то эту клавишу можно использовать для загрузки драйвера устройств. Человекомашинный интерфейс. Применение в интерфейсе пользователя естественного языка во многих способствует обмен информацией между человеком и машиной. В качестве оборудования для интерфейса пользователя применяется монитор, клавиатура, панели управления мыши, трекболы, джойстики, устройства дистанционного управления и т.д. В качестве оборудования с несовершенным интерфейсом можно указать на пульты, имеющие большое количество кнопок, множество из которых редко используется. Такое множество кнопок лишь усложняет процесс управления и оправдано лишь с точки зрения производимого на покупателя эффекта. В качестве примера мехатронных систем с совершенным интерфейсом можно привести банкомат. Интерфейс банкомата расширен на массового неподготовленного пользователя. Пользователь банкоматом, представляющим сложную мехатронную систему, исключительно простым. Управляющие комплексы. Основным модулем управляющего комплекса является микропроцессор или центральный процессор Central Processing Unit, сокращенно CPU, для управляющего компьютером. В настоящее время в любой мехатронной технике, начиная от бытовой техники и кончая беспилотными самолетами, имеются микропроцессоры, которые регулируют, управляют движением и контролируют процессы в этой технике. Микропроцессором называют построенные на одной или нескольких больших интегральных системах, сверхбольших интегральных программно-управляемые устройства. Осуществляется процесс обработки информации и управления им. Совокупность больших информационных систем и сверхбольших информационных систем, которые могут совместно использоваться, входит в состав микрокомпьютера. Называют микропроцессорным комплексом. Согласно принятой терминологии под микропроцессорной системой, микропроцессорным комплексом, микропроцессорной системой понимают любую вычислительную, информационно-измерительную и управляющую систему, если для обработки информации в них используют микропроцессор. По закону, открытому в 1965 известным ученым Гордоном Муром, производительность процессоров удваивается каждые полтора года при сохранении его стоимости. Под производительностью здесь понимается скорость обработки информации, определяемая тактовой частоты процессора. Применяются различные приемы для увеличения скорости обработки информации и степень интеграции микросхем. По причине постоянного изменения конструкции микропроцессора и технологии преобразования, хранения, передачи информации, здесь ставятся задачи дать лишь постоянное пояснение основных принципов работы микропроцессора и взаимодействия с интегральным управлением и технологией. Более расширенные аппаратные средства, это средства системы управления мехатронных объектов, рассматриваются в специальной литературе и являются предметом изучения учебной дисциплины, называемой системой управления мехатронных объектов. Оказывается, что на примере взаимодействия CPU, персональных компьютеров с такими устройствами, устройствами памяти, как винчестер, дисковод, а также с периферийными устройствами на примере клавиатуры, печатывающих и других внешних устройствах можно изучить по строению аппаратных средств систем управления мехатронных систем. Каждый из названных устройств в совокупности с мехатронными микропроцессорами, контроллерами, а также с информационно-измерительными устройствами и системой коммуникации представляет наглядный пример мехатронных оборудований. Под микропроцессорами будем понимать совокупность процессора, запоминающего устройства и таких вспомогательных систем процессора, как системы ввода, вывода, прерывания, прямого доступа к памяти и т.д. Система управляющего комплекса. Для понимания назначения аппаратных систем управляющего комплекса системы управления принципов функционирования и взаимодействия между собой различных аппаратных средств выбрана некоторая гипотическая модель управляющего комплекса, имеющая упрощенную архитектуру. Тем, кто освоит данное устройство и принцип работы этой гипотетической модели управляющего комплекса, будет в дальнейшем легче разобраться и изучить конкретный современный управляющий комплекс. Рассматриваемый здесь гипотический управляющий комплекс предоставляет микропроцессорный комплекс, который состоит из процессора оперативной памяти, системы портов ввода, вывода, устройства управления прямого доступа и памяти системы прерываний контролера. Некоторые из этих устройств будут подробнее рассмотрены в дальнейших по отдельности взаимодействии с процессором в зависимости от выполнения функций, может быть, CPU, микропроцессор, микроконтроллер и т.д. Микроконтроллер у нас представляет разновидность микропроцессорных систем, ориентированных непосредственно на реализацию алгоритма управления техническими устройствами и технологическими процессорами. Эту же функцию выполняют промышленные контролли, программируемые логические контроллеры. Однако микроконтроллер, особенно серии PIC, peripheral interface controller, имеет небольшое количество, так как является у нас недорогим и применяется мехатронных объектов массового производства. Оперативная память у нас является разновидностью запоминающего устройства, непосредственно взаимодействующего с процессором. Процессор записывает и считывает данные команды из ячеек оперативной памяти, а информация в оперативной памяти не сохраняется после отключения питания. Управляющие комплексы, система портов ввода и вывода, особенно развитая в промышленных микроконтроллерах и программируемых логических контроллерах, применяются для подключения к процессору периферийных устройств через их контроллеры или адаптеры. Устройство управления прямого доступа к памяти позволяет разгрузить процессор при управлении периферийным устройством, как показано у нас на рисунке 4-1. Процессор подает сигнал через порт, а на устройство управления прямым доступом к памяти одновременно подает сигнал через порт. Например, в управлении прямым доступом к памяти одновременно подается сигнал через порт. В этом случае контроллер периферийного устройства пересылает несколько байтов на устройство управления прямым доступом к памяти, а тот, в свою очередь, размещает эти данные в памяти, минуя процессор. Во время пересылок процессора может продолжать работу с оперативной памятью и обрабатывать команду. Система прерывания позволяет процессору работать независимо от периферийных устройств. Прерывание вынуждает процессор прекратить выполнение одной последовательности команд и перейти на выполнение другой, после чего процессор опять возвращается и к предложению первоначальной последовательности. Наличие этой системы обеспечивает управление периферийным устройством в реальном масштабном времени. На контроллере представляют электронные системы управления на исполнительном уровне конкретным устройствам. Они являются связующим звеном между процессором и устройством. Для взаимопонимания микроконтроллера и процессора служат драйверы. Это представляет программу, обеспечивающую взаимодействие с центральным устройством ЦПУ, с конкретным устройством через его контроллер. Различные модули комплекса управления соединяются посредством магистральных линий шин. Под шинами понимается в оккупность соединительных линий, так и проводников. Причем число линий определяет разрядность шин. Рассматриваемый управляющий комплекс имеет трехшинную структуру с шинами адреса, данных и шинные управления. Каждый компонент управляющего комплекса, ячейка оперативной памяти, порт ввода, вывода имеет свой адрес. По шине передается адрес конкретным устройствам. В этом случае процессор подключается к устройству, адрес который находится на адресной шине. И через шину данных обмениваются данные с этими устройствами. С помощью шинной управления в процессор вводятся инструкции, например, записать, считать информацию, готовность к примеру, приема передачи. Управление контроллерами и аппаратного прерывания. Сегодняшняя лекция у нас подошла к концу. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...